Друзья, всем привет! Вы на канале Lucky Track Driver, меня зовут Андрей и сегодняшний ролик у нас будет посвящен самокатам. На фоне, друзья, у меня два самоката. Один мой самокат, который я приобрел недавно, буквально на прошлой неделе, и второй Алексей, он уже ездит на нем, не знаю, месяц на 3-4 и у него пробег около 500 километров. На моем самокате на сегодняшний день 70 километров уже пробег и пока что все в порядке, никаких не выявлено дефектов, чтобы там что-то скрипело, что-то стучало, все в порядке, действительно хорошая сборка. И, кстати, вот если обратили внимание, что на одном самокате две ручки тормоза, на одном один, то это уже значит о том, что мой самокат, который я приобрел, шел именно на немецкий рынок, потому что в Германии есть свои стандарты. Должен быть винкод нанесен, наклеечка должна быть, в общем, дополнительные тормоза. В этом отличие практически заканчивается только еще, что у меня черные тросики, у Алексея красные тросики на тормоз идет. В принципе, больше отличий никаких нет. А, еще самое главное отличие, да, это скорость. У меня максимальная скорость 20 километров, это без прошивки, без никакой. Просто стоковый 20 километров максимальный. В Германии есть ограничения на скорость 20 километров в час для этих вот самокатов. У Алексея 25 круто едет, хотя запас примерно у нас более-менее одинаковый. Мы еще раз с ним покатались и примерно одинаково батарея у нас разрядилась. Хотя Алексей на где-то килограмм 10-15 меньше меня. Так что, в принципе, нормально. Справляется, справляется. Долгое время тоже кататься устаешь. Почему именно вообще самокат, не велосипед? Ну, во-первых, велосипед займет у нас гораздо больше места. Это в кабине я возил как-то однажды. Это очень-очень-очень неудобно. Самокат складывается, ставится на место второго водителя. Аккуратнее, когда там под наклоном немножко мешает. Ну, ничего страшного. Как-то мы привыкаем. На машине, например, Volvo, там гораздо удобнее его класть. Там чуть ниже вот эта вот сама, как это, панель. И можно, в общем, боком его класть. И вообще он тебе не мешает. Заряжаю самокат от инвертора. Зарядка где-то около 4-4,5 часов. Обычно на ходу все заряжаю. И никаких нюансов с этим нет. Одного из зарядки примерно хватает на реальных, я думаю, где-то 35 километров. Реальных. То есть, если у них заявлено 45, то можно десяток откидывать. 35, я думаю, вы проедете. Все будет с вами в порядке. Доедете куда нужно. Рекуперация, кстати, тоже прикольная тема. Отталкиваешься где-то, он немножко подзаряжает, подзаряжает сам себе. Тоже интересно, удобная тема. Xiaomi Mi 2 Pro. Что и у меня, что и у Алексея только. Что у меня немецкая сборка. И немножко там уже какой-то еще мини-рестайлинг сделан с замком складывания вот этого самого. Здесь нет амортизаторов вообще. То есть, у вас только покрышки и все. Амортизаторов нет. Для Европы инфраструктура реально позволяет. Здесь есть велодорожки. Все, в принципе, очень удобно ездить. Блин, круто вообще. По факту амортизаторов здесь как бы и не нужно. Для того, чтобы использовать всего, не знаю, в Беларуси, России, Украине, да, то там, скорее всего, нужно будет купить, будет вам самокат с амортизаторами. Потому что, думаю, у нас дороги одинаково плохие. Чтобы прям идеально ездить с комфортом, нужны будут амортизаторы, чтобы хотя бы не трясло. По поводу максимальной скорости 20 км, 25 км, и самокаты, которые развивают и 40, и 50, и 60. Ну, это уже прям самоубийство на таких кататься. Вот мы вчера катались по городу. Я именно так на себе почувствовал, что 20 км – это даже прям много для города. В городе, где движение, пешеходные улицы, там едешь 10-15 максимум километров. То есть, там прям максималка, это не играет роли. Мы сегодня спускались с горки, разогнались иногда до 32 км. Реально, как бы, и сложно по управлению уже, так немножко, знаете, полоски-то сужаются. Поэтому, не знаю, насчет таких супермощных самокатов. Возможно, возможно, я немножко сменю этот самокат. Я приеду в Беларусь, если получится его хотя бы продать в более-менее хороших таких вариантах, как хотя бы в ноль, ну или чуть-чуть, немного теряя, немного теряя, продать его в Беларуси, то я бы, скорее всего, взял бы себе Нинборд G30 второго поколения, если не ошибаюсь, который уже идет на десятых колесах. Здесь стоит 8,5 дюймов, а там уже десятые колеса. И уже у него будет запас мощности на 65 км. То есть, реальных там будет уже где-то 45 примерно. Даже если он будет 45 приезжать, уже будет круто. По поводу максимальной скорости у Нинборда будет у него 30. Это без всяких прошивок. Я даже прошивать не буду. 30 мне будет очень достаточно, достаточно. Да, где-то ты едешь по прямой в промзоне или где-то за городом по велосипедной дорожке. Да, ты там можешь разогнаться до 40, там 30 км. Это кайф. Но в городе надо максимально быть осторожным, аккуратным, чтобы никого не сбить и все такое. Друзья, насчет регистрации самоката в Германии. Это немножко такая сложная процедура. Там нужно получить какие-то документы на него или предоставить документы на самокат. Самокат должен подходить под немецкие требования. У него должны быть дополнительные тормоза, у него должна быть площадка для наклейки госномера. В общем, там очень много критериев. Вин-код вам тоже попозже покажу, где он на моем самокате нанесен. Поэтому заниматься особенно нет большого желания. Поэтому мы так катаемся, и Алексей уже катается 3-4 месяца, да, или катаешься. И проблем не было. Да, слышал, что штраф около 100 евро за незарегистрированный самокат. Но я думаю, как-нибудь мы уже обойдемся. Хотя на год страховка этого самоката стоит в районе 60 евро, если я не ошибаюсь. Поэтому, не знаю, может быть, прокат пронесет, и не нужно будет его регистрировать, и все такое. И нас не споймает самое важное. Давайте тогда сейчас поближе, тогда я вас перемещу прямо к самокатам, покажу отличия, с чем они схожи. И я, честно говоря, не техно-обзорщик, но просто вот вам расскажу, как опыт эксплуатации за неделю. И покажу вам самокат, который проехал 500 километров, и который проехал всего лишь 75. Есть ли разница? Начнем с верхней панели. Вот смотрите, да, например. У Алексея установлен только один тормоз, который идет на заднее колесо. У меня установлены два тормоза. Получается, этот обычный механический здесь тросик состоит. Здесь, я так понимаю, какая-то электронная клавиша внутри стоит, что при нажатии ее у меня срабатывает. Как будто принцип ретарда. То есть начинает колесо тормозить и попутно еще и заряжается. Вот видите, спустя 500 километров у Алексея уже, конечно, немножко ручки подстерлись. Хотя здесь они прям, не знаю, не сильно я скажу, что прям подстерлись, но Алексей сказал, что заметил, вроде бы как и подстерлись. Панель, видите, все в порядке, ничего не подозносилось. Да, здесь какие-то вот небольшие сколы сбиты здесь. Ну, это, думаю, из-за хранения и всего того кого. Звоночек работает. Так, что еще кто-то вам показать? Смотрите, система замка, да. Здесь идет фиксатор вверх, поднимаем и опускаем вниз. Такая система. На моем же самокате, посмотрите. Убираем флажок вот вправо. И тогда уже только начинаем складывать. То есть здесь немножко другая система. Но, в принципе, принцип одинаковый и тот и тот, я думаю, хороший. А, кстати, вот здесь есть вот эта накладочка. У Алексея этой накладочки нету. Я думаю, он ее где-то похерил. Хотя, отличаются, смотрите-ка. Здесь есть деление мягкое. То есть пластик здесь жесткий, а здесь мягкий. У меня он везде жесткий. Так, ну, площадка. Площадка тоже ничего не износилась. В принципе, все отлично, все хорошо. Дальше смотрим. Вот здесь должно быть наклеено наклеечка типа госномера. И, кстати, вот здесь вот немножко есть люфт уже появился. Вот такой. Здесь нужно будет поджимать. Но как поджать, непонятно. Нужно смотреть какую-нибудь инструкцию. И у Алексея также. Ну, это, видимо, разбалтывается. Это нормальное явление для них. Так, далее. Видите, установлены дисковые тормоза, колодочки. Как их менять? Нужно ли вообще? И когда их нужно будет менять? Не знаю. Надеюсь, что проходят они еще долго. Итак, смотрите, друзья. Вот здесь нанесен вин-код. Положил самокат на бок. Смотрите, здесь вот на немецком написано, что это типа электросамокат. Определенный номер. И здесь номер. В общем, все очень серьезно. Для Германии делается прям все очень круто. Я всем рекомендую к покупке именно самокат. Потому что это круто, это удобно. Это более-менее безопасно. В отличие от, например, там, Segway или моноколеса. Здесь хотя бы есть руль за что-то держать. И места он гораздо занимает меньше. В отличие от велосипеда, который нужно в кабине еще как-то хранить, складывать и все такое. Правда, если у кого высокая кабина, то вообще без разницы. Знаете, работал бы на высокой кабине на фуре. Я бы вообще на спальник бросал бы на второй. Здесь и было бы все идеально круто. Поэтому наш выбор автовозчиков – это самокаты. Представляете, сколько времени ты экономишь. Да, круто погулять, я не спорю. Но можно приехать в какой-то город, оставить его пристегнуть на замок и пойти погулять. Тоже классный вариант. Погулял, погулял, вернулся, сел на самокаты и поехал. Потому что мы находимся от центра города в 7 километрах. Пешком идти 7 километров, плюс погулять по городу и вернуться снова. Но это реально не выход, друзья. А так, сел на самокат, поехал. 20 минут мы в центре, оставили самокаты, пошли погуляли. Все очень спокойно круто. Друзья, на этом мы заканчиваем наш выпуск про самокаты. Поделился с вами такой новостью своей, что приобрел его. И ни капли не жалею. Как мне сказал Алексей, что у него отбился он уже прям за эти пару месяцев капитально. Чтобы на такси не добираться и все такое. Плюс полученные эмоции. Блин, это круто, реально круто. Так что всем советую, рекомендую. Покупайте, кайфуйте, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.